Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Приветствую всех-всех-всех. Давайте проверим качество моего звука. Если все видно и слышно, поставьте огонечек рядом с чатом. Вот так даже еще лучше должно быть слышно. Подцеплю микрофончик. Ну что же, мы начинаем сегодня. О, хорошо, значит, все прекрасно слышно. Мы сегодня поговорим о том, как использовать сказкотерапию в работе с детками СОВЗ. Ну и точно уже по опыту знаю, что иногда там, где не работают никакие дидактические игры, не работают нейропсихологические упражнения, мы берем на помощь сказку и вдруг все решается. Давайте же посмотрим, как это делать. И сегодня будем говорить о каких-то конкретных ситуациях, которые касаются воспитания, обучения детей с ОВЗ. И конкретные примеры сказок буду приводить. И еще в презентации будет ссылочка на сборники сказок, которые вы можете использовать для того, чтобы организовать свою работу. Итак, немножко про сказкотерапию. В сказкотерапии у нас используется в двух подходах. Два значения есть. Первое – это любой метод, который использует сказку как способ педагогического воздействия. И второе – это арт-терапевтическая технология, которой занимаются психологи и которая предполагает активное преобразование ребенком сказочного пространства. Понятно, что сказкотерапия может использоваться и педагогами, и психологами. И сегодня на вебинаре не будет каких-то специальных технологий, узкоспециальных для психолога. Будут все технологии, которые может взять педагог и поработать в своем процессе. Почему именно сказка? Потому что дети, они общаются с миром абсолютно на другом языке. Не на таком языке, как мы с вами. Словарный запас у них небольшой, а у детей с УВЗ он еще и меньше, чем у норматипичных детей. И поэтому слова достаточно долго не несут такой нагрузки в общении, как они несут у взрослых людей и детей с нормальным развитием. А вот метафорический язык детки понимают все. А как раз сказка, она очень метафорична. И язык сказки, он красочный, яркий, образный. И иногда для того, чтобы что-то объяснить ребенку, нам приходится говорить на этом языке. И язык сказки нас сближает с детками и дает возможность найти какое-то понимание. Где можно использовать сказку? И мы посмотрим почти все из этих областей, только не затронем театральную деятельность, потому что это у нас впереди эта тема. Сегодня просто ее не буду брать. А где можно? Это развитие речи и логопедия, потому что все варианты с развитием речи очень хорошо решаются на сказочном уровне. Это и сочинение сказок, чтение сказок, обогащение словаря и много-много чего еще. Формирование эмоциональной компетентности, потому что только так, наверное, можно рассказать ребенку, какие бывают эмоции. Театральная деятельность, как еще один очень классный инструмент для развития речи. И настольный театр, и театр теней, там, где ребенок может попроговаривать роли, послушать, поэмоционировать, поучаствовать в интерактивном спектакле. Все-все-все. Ну и узкоспециальное для психологов – это использование сказки в качестве диагностического инструмента. И это тоже очень интересный инструмент. И в качестве терапевтического инструмента, и об этом тоже сегодня поговорим. Какие у нас бывают сказки? Сказки, которые мы используем в работе, они у нас бывают разные. Есть дидактические сказки, которые создаются для упаковки учебного материала. Есть психокоррекционные сказки, которые направлены на то, чтобы очень мягко, без нотации, без наказаний поправить поведение ребенка. Есть психотерапевтические сказки. Когда у ребенка в душе есть травма, а у деток с ОВЗ очень травмированной души, мы берем психотерапевтическую сказку и помогаем добраться до этой травмы и ее немножечко подлечить. Есть еще медитативные сказки. Это сказки, в которых содержание не главное, а главная обстановка, главное ощущение спокойствия. И такие медитативные сказки, например, про колобка, про репку. Здесь главное, чтобы эти сказки были рассказаны мамой или бабушкой, чтобы это был тесный контакт с ребенком. И еще в медитативных сказках очень много повторений, которые как бы гипнотизируют и заставляют расслабиться. Коллега пишет, что нет звука. Так, если есть звук, огонечки поставьте, пожалуйста. О, все уже знают, что делать. Все, звук у нас есть, значит движемся дальше. На всякий случай проверили. Ресурсы сказки. Прежде всего, то, что происходит в сказке, имеет для ребенка безопасную, ну, какую-то область, создает безопасную область, с которой можно экспериментировать. То есть это точно не реальность, это точно не относится к повседневной жизни, и в сказке можно какие-то вопросы порешать и потом оттуда вынести в реальную жизнь. Сказка обычно обходится без дидактических нравоучений. То есть в сказке ни один сказочный герой не скажет, ну вот, смотри, если не будешь учиться, будешь как я. Все, что сказано в сказке, просто ребенок понимает это на уровне эмоций, на уровне действий. Наличие тайны и волшебства, потому что дети очень близки к волшебству. И вариативность, то есть мы можем со сказкой, в принципе, делать то, что хотим. Мы можем ее изменить, дописать, допустим, другой финал у сказки и так далее. Все, что вам нужно. Ну и вот теперь, как мы работаем со сказкой с детками с ОВЗ. Какие ответы мы ищем и находим в сказке? Первый вопрос, который деток очень сильно волнует, хотя они это не высказывают, но это вопрос, почему я не такой, как все? Почему я не родился таким, как все? Или это могут быть претензии к родителям? Почему вы меня родили такого больного? Что это такое вообще? Ну и как тут один ребеночек говорил, мам, роди меня обратно, и вы роди снова здоровым. Не хочу быть таким. Достаточно сложные вопросы и словами, вот просто словами не объяснить. Зато сказки очень хорошо справляются с этой работой, потому что мы можем рассказать, например, сказку про то, как жили-были мужчина и женщина, и у них не было детей, и вот однажды с неба спустилась звездочка, и эта звездочка освещает их жизнь. И пусть эта звездочка не похожа на обычного ребенка, но она очень добрая, светлая и делает их жизнь ярче, богаче и добрее. Ну вот примерно, как устроены эти сказки, как они работают. И действительно, мы не соврем, если расскажем такую сказку, потому что дети с ОВЗ не приходят просто так в семью, они приходят для того, чтобы для этого рода, для этой семьи что-то очень важное сделать. Второе, это для родителей, сказки для родителей, это как принять своего ребенка, потому что иногда это тоже бывает достаточно сложная проблема, принять так, чтобы не отрицать, допустим, своего ребенка, и не сходить с ума от горя, а научиться жить с ним таким, как есть. Дальше, это научиться общаться, общаться с миром и с людьми, и копинг-стратегии, то есть как вообще преодолевать болезни. В сказкотерапии есть два направления, вот именно в психологической сказкотерапии, есть исследовательская форма, которая дает нам возможность подиагностировать, что происходит в душе ребенка, и есть терапевтическая прикладная форма, которую мы можем использовать в работе с разными детьми. Мы будем сегодня говорить больше про терапевтическую, но в любой форме у нас диагностика все равно присутствует, особенно когда ребенок уходит в творчество. Первое, что мы можем предложить детям, как работу, это сочинение сказок. И когда ребенок сочиняет сказку, он отражает в этой сказке свою внутреннюю реальность. Ну, потому что откуда берется материал для сказок? Только из своего опыта, из своих душевных ощущений. И когда мы сочиняем сказку, у нас же есть установка не сочинять то, что есть в жизни. То есть сказка — это то, что не бывает в жизни что-то другое. И поэтому, когда работает ребенок над сказкой, у него очень хорошо активизируются бессознательные структуры. Что это такое? У нас есть сознание, которое отвечает за реальный внешний мир, за наш опыт, за наш земной опыт. И мы обращаемся к сознательному, когда нужно каким-то образом логически подумать и осмыслить какую-то проблему. А бессознательные отвечают за образы. И в бессознательном, внутри нашей души, эти образы так могут перемешаться, что выливаются во что-то новое, отливается абсолютно новая какая-то форма. И там же находятся какие-то спрятанные вещи, про которые мы никогда никому не говорим. И сочиняя сказку, ребенок вот эти спрятанные вещи выносит на поверхность. И в сказочной среде можно смоделировать и проиграть различные варианты поведения, которые ребенок может использовать в реальной жизни. Давайте немножечко примеров. Допустим, как-то мы с молодым человеком, очень юным, шестилетним, с проблемами опорно-двигательного аппарата говорили о том, что... Ну, сочиняли сказки, да, говорили о том, как с этим справиться, да. И решили сочинить сказку про зайчика. И вот зайчик пришел к врачу и говорит, у меня ножка тут болит. Врач говорит, ну и на что-то такое сдался, давай ногу-то оторвем, да и все. И потом мы подумали и порешали, что все-таки ногу отрывать не будем. Но в интонациях доктора была слышна интонация его мамы. Мамы, которая ребенка не принимала. Ну и в конце концов в нашей сказочке находят волшебные нити, ножку пришивают, и еще там зайчик находит кучу друзей, которые его любят даже прихрамывающе. Ну, вот примерно, как это можно смоделировать и как можно посмотреть отношение ребенка и его родителей к болезням. Следующий вариант работы – это изготовление кукол и куклотерапия. В процессе создания куклы ребенок как бы свои качества, опять-таки подсознательные, спрятанные, в том числе и отвергаемые, он выносит наружу и перекладывает в эту куклу. То есть кукла становится альтер-эго, вторым я этого ребенка. Но то, что с ней происходит, безопасно. То есть с этой куклой можно поиграть и поэкспериментировать. И ребенок может вот в этой игре наработать коммуникативные качества и какие-то еще социальные компетенции, которые затем может применить в реальной жизни. Опять пример из практики. Я знаю, что всем такие примеры нравятся. Мы работаем с девушкой 16 лет, с ментальными проблемами и заиканием. И я предлагаю ей сделать кукол. Куклы мы делали из бумаги, но просто рисовали, вырезали и примеряли им одежду. В результате у нее получилось несколько кукол. Вы же знаете, что в нашей душе много разных субличностей интересных. И вот у этой девушки получилось сначала кукла Золушка. Очень нежная, очень добрая, очень послушная. А потом она решила сделать другую куклу. Сказала, что Золушки мало. И мы сделали куклу Рокера. Этой кукле прилагался замечательный мотоцикл. У нее была кожаная куртка, у нее была бандана и вообще был яркий грим. И вот эта кукла Рокер у нас появилась. И когда мы начали взаимодействовать с двумя куклами, то кукла Рокер сказала, что теперь она Золушку в обиду не даст. И если кто-то еще заставит Золушку мыть камины или что-то еще такое делать, то приедет кукла Рокер на мотоцикле вместо феи, и ей всем мало не покажется. То есть девушка актуализировала свое желание защиты и свое желание проявить нормальную агрессию для того, чтобы отвечать тем людям, которые плохо с ней обращались. Вот такой вот пример интересный. Движемся дальше. Имидж-терапия. Следующий вариант, который тоже очень хорошо с детьми работает. Создается некая сказочная ситуация, в которой ребенок примеряет на себя роль героя и действует от его имени. То есть мы можем сказать, вот ты сейчас не Димочка или не Мишенька, ты сейчас Илья Муромец. И что бы Илья Муромец делал в этой ситуации? Помните, Илья Муромец там до 33 лет лежал, не мог встать, а потом встал, пошел и начались все наши былины, собственно говоря. Что бы Илья Муромец в этой ситуации делал? И ребенок может себя начать вести, как Илья Муромец, на какой-то момент забывая, что он обычный, даже не очень обычный, очень слабенький ребенок. Но в образе Ильи Муромца он совершает какие-то поступки и он ведет себя определенным образом. В результате, когда он из образа выходит, его новая поведенческая структура, новый сценарий остается с ним и через несколько повторений вот таких вот сказочек он вполне себе может перейти в реальную жизнь и стать помощником для ребенка. Вот, то есть сказко-терапевтические занятия вы можете проводить в разных вариантах, сочинять сказки, делать кукол, представлять, что дети разные герои, вариантов огромное количество, но для каждого занятия у нас есть определенные принципы, которые нужно соблюдать, потому что сказко-терапевтическое занятие это дело очень тонкое и нужно вести себя очень осторожно. Первый принцип. Принцип комфортной среды. Мы подразумеваем, что ребенку в сказко-терапевтическом занятии хорошо, ему тепло, светло, замечательно, и он точно не ждет, что его будут ругать и наказывать. Второе. Это принцип безусловного принятия. То есть мы то, что приносит ребенок, принимаем безусловно и не говорим, фу, как ты так думаешь. Дети с УВЗ, они могут принести вам на занятия абсолютно разные вещи. Например, от страха смерти, пожелания смерти своим обидчикам. они могут принести какие-то вещи, которые могут вас очень сильно напугать, например, или они могут принести свою ярость в каком-то виде. Мы все берем и переплавляем в энергию в чистом виде и отдаем обратно ребенку. Дальше. Это принцип доступности информации. То есть мы информацию подаем так, чтобы ребенку было все-все-все понятно. Говорим на его языке. Четвертое. Это принцип конкретизации. Это такой достаточно сложный принцип. Может быть, не совсем простой для понимания. Просто когда психолог работает с проблемой, то очень часто психолог видит сразу всю проблему, но вовремя срабатывает такой профессиональный сторожок. И психолог сам себе говорит, если я все сейчас на клиента вывалю, то он просто это не выдержит. Поэтому мы даже если видим проблему целиком, во всей своей красе, то мы эту проблему решаем очень и очень аккуратно, по кусочку, и каждый раз удостоверяемся, что у человека и у маленького ребеночка есть достаточно ресурсов для того, чтобы эту проблему переварить. Следующий принцип объективизации. Предполагает, что мы проблему рассматриваем не саму по себе, а внутри всей жизни, в которой ребенок живет. И принцип интегрированности, он говорит о том, что мы вот то, что сделали в сказке, мы можем интегрировать обратно в ту среду, из которой ребенок пришел. То есть обязательно то, что в сказке наработано, нужно ребенку помочь донести еще и до окружающей действительности. Это мы поговорили, наверное, больше про диагностику и про жизненные стратегии. Давайте посмотрим про стратегии совладания с болезнью, как это все устроено. И эта тема тоже достаточно интересная и она очень нужна для того, чтобы направлять развитие личности больного ребенка, ребенка с ОВЗ в правильное направление, в правильную сторону. Что такое копинг-стратегии? То есть, когда мы попадаем в ситуацию стресса, кстати, сейчас актуально, наверное, и для слушателей то же самое, проверить свои копинг-стратегии, когда мы попадаем в ситуацию стресса, то у нас есть какой-то арсенал поведенческих привычек, который нам помогает с этой ситуацией справиться. Это могут быть стратегии привычки, связанные с осознанием, с эмоциональным отражением и с поведенческим. И смотрите, у нас все стратегии, которыми мы можем работать со стрессами, с болезнями, с любыми ситуациями, их можно разделить на социальные стратегии, то есть, когда человек обращается за помощью к миру и в вопросе с детьми с ОВЗ это более чем оправдано. То есть, это нормально для человеческого общества поддерживать тех людей, которые нуждаются в защите. И социальные стратегии это заводить друзей, это находить свою стаю чувства принадлежности, то есть, я хожу в эту группу детского сада, я хожу в этот клуб, я хожу в этот кружок, в эту секцию, в эту терапевтическую группу, я им принадлежу. Это просьба о профессиональной помощи и это умение принять социальную поддержку. Это социальные стратегии. И то, что касается чисто внутренних человеческих качеств и стратегий, они могут быть продуктивные и непродуктивные. Вот сейчас примеряйте на себя, потому что мы все сейчас в стрессе, в кризисе, и что вы делаете, что вы не делаете в данный момент. Продуктивные стратегии, те, которые помогают справиться с любыми препятствиями в жизни. Во-первых, это работа и движение к цели, то есть, те люди, у которых была и есть цель, то они не сильно тревожатся, цель-то осталась, никуда не делась. Вот, идти вперед и все. Дальше это проблемный анализ, то есть, умение анализировать ситуацию с помощью методов критического мышления и с этой ситуацией разбираться. Дальше это духовная поддержка, умение находить себе какие-то духовные представления, верования, которые будут поддерживать и такое качество, как оптимизм, понимание, что все равно все будет хорошо. Ну и непродуктивные стратегии. Это смирение, то есть, все пошло плохо, ну пусть оно идет, как идет, вот что же поделать, всем сейчас трудно, ну и мне тоже трудно. Дальше это избегание отвлечения, то есть, не видеть проблему, не замечать ее. Третье это вера в чудо, вот случится чудо и все, у нас кризис закончится. Вот, и четвертое это тревога и беспокойство, которые очень сильно выматывают и не дают возможности двигаться вперед. как мы можем посмотреть и какие стратегии, копинг-стратегии есть у ребенка с ОВЗ. Есть проективная методика автора Воробьева, ее можно найти в интернете. Эта методика «Закончи сказку». В этой методике есть сказки, которые начинаются и не заканчиваются. Сюжеты сказки доступны для понимания и сюжеты сказки это в основном такая фабула. Жил-был человек или котенок или кто-то, на него напала какая-то болезнь, он заболел, здесь ставится многоточие и мы предлагаем ребенку закончить, а что дальше будет делать этот котенок или этот человек. И мы смотрим, а что использует ребенок, какие он предлагает поведенческие решения своему герою и отмечаем, как он относится к болезни, то есть это для него катастрофа или это испытание, как он относится к врачам, потому что отношение к врачам это нужно корректировать, если ребенок до ужаса боится врачей и ненавидит, тогда лечить его очень трудно. И это понимание, от кого ребенок может получить помощь, то есть здесь у нас стратегия помощи. Ну и каким образом мы можем подправить вот эти копинг-стратегии? Мы можем например почитать другие сказки уже готовые, в которых герой все-таки справляется со своими болезнями, со своей немощью и совершает какие-то геройские поступки. И когда мы такие сказки читаем, то мы задаем ребенку вопросы. Кто главный герой? какими качествами он обладает, какие качества помогают ему победить, что нужно сделать, чтобы развить у себя эти качества и кого можно позвать на помощь. И после этого вы можете даже устраивать разыгрывание сказок и дети прекрасно будут входить в эту работу и в разыгрывании сказок они будут формировать свои новые копинг-стратегии. Следующее, где нужно помогать ребенку СОВЗ это все вопросы адаптации. То есть когда ребенок попадает куда-то в новое пространство, это может быть группа класс или это может быть больница с длинной госпитализацией, то ребенку нужно к этому процессу адаптироваться. У нас процесс адаптации происходит у всех, у взрослых, у детей, но адаптация происходит у всех по-разному. Если вы когда-нибудь начинали работать в первой младшей группе детского сада, то вы сейчас наверное поддержите меня огоньками, потому что я расскажу вам картину, картину эту вы уже наблюдали. Смотрите, у нас заходят дети в первую ясельную группу, в младшую группу детского сада, они малюсенькие, они пришли из дома и они попадают вообще в новейшую для себя ситуацию, когда мамы нет. И дети ведут себя по-разному, кто-то поплачет, поплачет, перестает и идет играть, и какое-то время он для проформы еще плачет по утрам, но потом веселенький такое играет. Есть дети, которые рыдают бесконечно или начинают драться, кусаться, выдавать ужасное поведение, спасибо за плесики, спасибо за огонечки, и с этими детьми очень сложно, то есть он может таким образом драться и кусаться еще года два. А бывают дети, которых мамы приводят в группу детского сада, они не плачут, ну или чуть-чуть тихонечко хныкают, они честно остаются в этой группе на целый день, они не возмущаются, не просят забрать, они просто начинают болеть. То есть какое-то время ребенок живет в режиме неделю в детском саду, две недели дома, неделю в детском саду, две недели дома, потом ему ставят диагноз несадежный и высаживают до школы с мамой, с бабушкой, с кем-то еще. Вот это три модели адаптации, которые мы можем наблюдать. Детки с ОВЗ как раз идут по третьей модели адаптации и у них не хватает сил для того, чтобы справиться с адаптацией какими-то средствами организма, тогда они берут на помощь болезнь и болезнь это всегда адаптация, если пришла болезнь, то это значит, что других способов адаптации у человека нет и поэтому дети уходят болезнь. Нам же это не надо, поэтому мы смотрим, когда помогать ребенку с адаптацией. При поступлении в детский сад, в школу, смену группы детского коллектива, смену ухаживающего взрослого, потому что это может быть тоже трагедия, мама ухаживала, ухаживала, взяла, уехала в командировку, теперь бабушка ухаживает и ужасно все. Госпитализация и переезд на новое место жительства. И мы должны создать для ребенка, для адаптации хорошую конструктивную ситуацию. И если она создается, тогда адаптация происходит за счет нужных ресурсов. То есть ребенок старается что-то узнать, ребенок старается отрегулировать свое поведение так, чтобы вести себя хорошо. то есть ему сказали один раз давай-ка не кусайся, он понял, что кусаться нельзя. Он ставит цели, он быстренько очень обучается как разговаривать с другими ребятами, а если это проблемная ситуация, то есть что-то пошло не так или сележек маловато, тогда это будет отрицание, вытеснение, регрессия, то есть регрессия это палец во рту бесконечный, это ребенок забывает про горшок, то есть все прекрасно было, пошел в садик и забыл про горшок, это подавление, вытеснение, ну и болезнь тоже как адаптация. Почему трудно адаптироваться деткам? Мало информации про то, куда он попадает, то есть он попадает в новую среду и не знает что там делать. Уже был опыт неприятных ситуаций, потому что у деток с УВЗ, не у многих, но есть такие дети, уже где-то в раннем детстве возможно был опыт невеселой поездки в реанимацию без мамы, например, каких-то ужасных исследований, у нас медицина еще довольно жестока, особенно к детям, и ребенок точно знает, что если он попадает куда-то в новое помещение к новым людям, то вот тут будут пытать, да. Дальше, это когда взрослые объясняют, но не очень понятно, и когда взрослые объясняют уже очень красиво, потому что одна-две таких ситуаций, и ребенок будет уже понимать, что если мама говорит, пойдем в садик, там такие хорошие ребятки, там такая вкусная еда, там такой прекрасный воспитатель, ребенок понимает, что нужно бежать и быстро, чтобы туда не попасть, потому что он уже был, например, на заборе анализа крови, когда мама говорила, да не, не больно, там иголочкой ткнут и все, и еще в каких-нибудь таких же веселеньких местах, где мама тоже все очень хорошо рассказывала, а в результате вышла не совсем. Вот, что может сделать сказка в этой ситуации? Прежде всего в сказке можно эту ситуацию проиграть, то есть в какой-то конкретной доступной форме ребенка с этой ситуацией познакомить. Ну, если это детский сад, тогда это там гусенок пошел в детский сад, утенок пошел в школу и так далее. Коллеги, прервусь на минутку, нормально ли у меня звук, хорошо ли меня слышно и нет ли шума постороннего? Нету шума, нормально? Уфа не идет? Хорошо, потому что у меня тут ремонт за окнами происходит и я боюсь, что вам гудение передается. Нет, значит, все, все отлично. Вот, что еще можно? Изменить негативное отношение к новой ситуации и научить себя правильно вести в новой социальной ситуации. Например, что мы можем сделать? Если нам нужно с ребенком договориться по поводу того, что врач это совсем даже не изверг. Если это маленький ребенок, тогда мы читаем Айболитом и обсуждаем, проговариваем, кто такой врач, как он лечит, какие методы есть лечения, почему врачи добрые и так далее. А после трех лет есть такая очень замечательная книжка, вы ее знаете, «Приключения незнайки и его друзей». Там есть чудесный доктор Пилюлькин и доктор Митуница. Про это можно с ребенком поговорить. Ну и много-много терапевтических сказочек, на которые я ссылку дам. Что очень важно? Объяснить поведение врача. То есть, если он иголкой колет, то зачем это? Ну вот прям честно объясняем, как действует укол, например, почему он вводит лекарства ближе, ближе к телу, и почему это нужно, почему нельзя таблеточку пить. Не обманывать ребенка ни в коем случае, то есть, мы честно говорим о том, что будет, и просим потерпеть. Научить терпеть и вознаграждать за терпение. Ну, то есть, если брать такую самую распространенную ситуацию, например, анализ крови, да, вы все были со своими детьми в этой ситуации, то нормальный вариант решения проблемы это рассказать, зачем нужен анализ, найти какую-нибудь книжку, мультяшку, показать состав крови, как она работает, и все в том же духе. Сказать ребенку, что да, будет больно, будет, это не комарик укусит, это будет нормальная такая боль, но ты уже большой, ты можешь потерпеть, и давай мы тебе купим, ну, шоколадку или гематогенку, да, можно про гематоген рассказать, что он там улучшает состав крови, гематогенку можно взять в одну руку, а на второй руке пальчик подставить медсестре для забора анализа. Ну, вот это будет правильно, но обманывать детей нельзя. Как мы строим сказко-терапевтический цикл? По поводу, как раз вот, когда сказки про докторов, про медицину. Мы можем познакомить детей в сказке с процедурами, да, про них читаем сказку, потом обыгрываем сказку, то есть на куклах тренируемся, на зайчиках, показываем в игре и в сказке, как можно снизить страх процедуры и показываем, как можно преодолеть боль, то есть сначала у нас трусливый зайчик становится смелым, а потом и ребенок тоже становится более смелым и терпеливым. Это адаптация к врачебным процедурам и снижение страха к врачам. Адаптация к детскому саду, что очень важно. Здесь тоже очень важно ребенку заранее рассказать все, что происходит. Это режим дня, как все устроено, чем занимаются дети в детском саду, как можно пообщаться, как можно установить контакт с другими детьми, как можно выполнять просьбу другого человека. И еще точно ребенок должен знать, что его домой заберут из детского сада. Честно говорим, что здесь у нас никого не оставляют и воспитатель уходит следом за детьми домой. То есть это не больница, не реанимация. Ну и сказочный спектакль тоже есть в интернете. Котенок Кузька идет в детский сад. Обратите внимание. Что еще мы можем сделать с помощью сказки? Это коррекция моделей поведения. Детки с ОВЗ не всегда белые, пушистые, они бывают всякие. И иногда очень трудно уговорить изменить модель поведения, например, какую-то агрессию сильную или какие-то страхи. и здесь тоже сказочки нам помогают. То есть мы можем в сказке, поиграв в эту сказку, ребенку показать более продуктивный стиль поведения и объяснить ребенку вообще правильный смысл происходящих событий и почему люди так себя ведут. Что мы можем? Мы можем, например, попробовать поработать с агрессией, разместить агрессию в таких вариантах, как уколотерапия, песочная терапия, психодрама. Можем снизить уровень тревожности и можем отработать, помочь отработать социально приемлемое выражение агрессии. Ну вот как вариант работа с кактусом. Кактус вообще такое чудесное растение, которое нам сильно помогает лечить агрессию у детей. А есть проективная методика кактус, когда мы просим детей нарисовать картинку кактуса, рисунок кактуса и потом рассказать про свой кактус, где он растет, как он защищается, от кого он защищается, есть ли у него друзья. И вот здесь на картинке вы видите два абсолютно разных кактуса и понимаете, конечно, что тот кактус, который слева, ему живется гораздо лучше, потому что у него есть горшочек, в этой методике горшочек это родительская семья, это помогающие взрослые. картинки нет, ну есть у меня картинка, может сейчас загрузится у вас. А кактус, который справа, довольно одинокий, поддерживать его никто не поддерживает, ему приходится корешками цепляться, он еще и черно-белый и вообще грустный, очень грустный такой кактус, поэтому есть о чем поговорить с этим ребенком и понять, что ему, как ему можно что-то добавить. Ну и допустим, после того, как кактусов нарисовали, вы можете вот такую сказочку прочитать, я ее тут привожу целиком. Как жил кактус, какой он был злой, какие у него были огромные колючки и как он решил изменить свое поведение и на кактусе появились красивые цветы и его стали все хвалить. Очень-очень такая терапевтическая история. Дальше коррекция страхов. Тоже техника, которая выполняется с картами, с метафорическими картами. И здесь мы сочиняем сказку. Называется это история мост страхов. Мы говорим, что в какой-то стране есть волшебный мост. Если человек трусишка заходит на этот мост и проходит по нему, то он становится смелым. Замечательная книга. Спасибо вам, Галина, что вы отправляете такую хорошую книжку. Вот мост страхов. То есть ребенок заходит на этот мост и мы ему разрешаем из колоды карт метафорических, это колода сага здесь представлена, разрешаем вытянуть картинки, которые по его мнению помогают человеку бороться со страхом. Ну и например, это вытянут меч как способ защититься, это вытянут кошка черненькая, которая олицетворяет здесь друга, король, который олицетворяет здесь смелость, гордость и умение выражаться правильно, грамотно, то, что нравится всем людям. Ну и таким образом ребенок прокладывает себе дорогу. Еще одна техника тоже связана с имидж-терапией, с представлением себя в виде сказочного героя. Тут нужны прям два стула, это детская модификация гештальтской техники, три стула, тут у нас их два. Кто догадается, почему два, а не три, может написать в чат. Итак, ребенок садится на первый стул, а на другом стуле он представляет себе бесстрашного героя. И когда он сидит на первом стуле, он вот сам собой маленький, слабенький, и он бесстрашному говорит, спрашивает его, как ты защищаешься, почему тебе не страшно, кто тебе помогает, а потом он садится на второй стул и от имени бесстрашного отвечает. Ну, понятно, понятно, что он отвечает уже словами взрослого человека, меняет позиции на разных столиках, сам себе ищет ответ, находит ответы в себе. Вот. Ну и совсем немножечко как можно использовать сказки в дидактических целях. У деток с ОВЗ иногда, не иногда, часто бывают проблемы с материалом, да, с освоением материала. и здесь мы можем тоже поиграть в сказках с фигурками кукольного театра или просто в сказках. Например, как это можно сделать с математикой. Ряд и последовательность чисел. Репка, колобок, теремок, это кто за кем, кто перед кем и так далее. Большой и маленький вообще это три медведя, потому что там большой поменьше самый маленький повторяется три или четыре раза, вроде, да, три раза, но достаточно уже. Длинный, короткий, красная шапочка, и тут можно разыграть, вот дорожка короткая, по ней бежит волк, а вот длинная по ней идет красная шапочка. Числовой ряд, чудесный сказка дидактическая про козленка, который умел считать до десяти, и обратный счет волк и семеро козлят. То есть семь козлят было, одного съели осталось шесть, второго съели осталось пять и так далее. Ну и конечно же использование сказки для расширения словаря детей. Это такие варианты работы, как, например, выделить из сказки похожие слова снегурочка, снег, снеговик, снеговичок, подобрать эпитеты к сказочному герою, назвать слова-признаки, слова-действия, придумать новое название сказки и много-много разных еще сюжетов. Ну и последняя тема это формирование личностных качеств. Да, еще про родителя немножечко поговорим, но сперва про формирование личностных качеств. Что здесь? Что здесь? Это прежде всего философия болезни отношения к болезни. То есть здесь могут быть два варианта, которые может поддерживать и ребенок, и его семья. Ну, то есть, если совсем честно, то ребенок обычно перенимает философию отношения к болезни, которая есть в его семье. Здесь два варианта. Есть отношение к тому, что это очень больной ребенок, то есть есть огромная жизненно важная ужасная проблема, это болезнь, и внутри болезни личность ребенка. В этом случае, когда такая картинка у нас есть, родители не говорят про увлечение, про характер, про внешность, про дружбу ребенка, они говорят про процедуры, про улучшение здоровья, про то, что они еще сделают для того, чтобы улучшить здоровье ребенка, они говорят про разные виды помощи, и вот этого всего-всего много, а маленькая личность внутри остается без присмотра. Есть другой вариант, есть личность, есть ребенок, который растет, развивается, становится лучше и взрослее, и у него есть маленькая проблема, это болезнь, поэтому ему иногда где-то посередине игр приходится сходить к врачу, и потом вернуться к играм и так далее. Я думаю, что это понятно, это самый такой глубинный подход к болезни, то есть, что важнее, важнее сам ребенок или важнее его болезнь. и для того, чтобы посмотреть и проработать вот именно этот аспект личности, есть много сказок, их прямо целый пласт, сказки про то, как есть некое существо, которое очень сильно отличается от других существ, но зато оно либо всех спасает, либо становится лучше всех и так далее. То есть, в этих сказках определенная философия, если ты не такой, как все, то это значит, у тебя есть какие-то свойства, особые свойства, с помощью которых ты можешь сделать этот мир лучше. Вот. Если про гадкого утенка, то мы знаем сказку в таком немножечко причесанном виде, и если тема вас задевает зацепляет, посмотрите, в интернете есть спектакль «Дикий», Ленинградский театр его поставил, спектакль называется «Дикий», и он там беспрекрас, там очень хорошо рассказывается, дается философия индивидуальности, и философия человека не такого, как всем. Ну, и работа с родителями особых детей, потому что формирование личности ребенка проходит через родителей, а у родителей могут быть разные мнения про инвалидность ребенка. Болезнь детей это всегда такая психотравма, очень серьезная психотравма, и родители в процессе принятия ребенка и принятия ситуации они проходят через несколько этапов, на которых они сначала отрицают, потом протестуют гневно, да, вот если мы попадаемся им под руку на этом этапе, пишутся жалобы на врачей, на воспитателей, люди идут в прокуратуру, в министерство образования, к президенту хоть куда, чтобы вот этот гнев разместить, да, что такое, потому что на самом деле, на самом деле это гнев на себя, это такое труднопереносимое состояние злости и вины на себя, потому что вот получился такой ребенок, и на себя не получается перенести, потому что это тяжело переносит на других людей, вот, поэтому, когда мамочка особого ребенка грозится подать на вас в суд, это про это, она на этапе протеста и гнева, дальше грусть и тоска, дальше, если вот эти этапы проходят и ресурсы находятся, тогда человек каким-то образом объясняет для себя происходящее и выходит в новую реальность, перестраивает реальность и делает ее новой, как-то примеряется, но не получается пройти вот весь этот путь принятия, потому что, ну, если честно, то родителям детей инвалидов никто у нас не занимается, когда говорят, что ваш ребенок больной, никто, может быть, за каким-то редким исключением не предлагает маме сходить к психологу, мама бросается лечить ребенка и вот на какой стадии она застряла, там и остается надолго, поэтому в зависимости от стадии мы можем видеть игнорирование проблем, это когда ребенка притаскивают в группу, оставляют и потом мама честно глядя в глаза говорит, нет, это не аутизм, это характер такой и вообще он дома хороший, белый, пушистый, а вы что-то не так делаете и он вот у вас такой, так себя ведет. Это может быть отвержение ребенка, когда его при людях ругают очень сильно, это может быть гиперопека, когда за ребенка все делают, это может быть такой не очень хороший вариант, но он социально поощряемый, к сожалению, это мученичество, это когда мама несет свои кресты и несет так, что это видят вообще все, то есть она прямо мученичеством вот этим наслаждается, она находит в этом смысл жизни и почему этот вариант нехороший, потому что она ребенку выздороветь не даст, пока она в этом ореоле ходит. Ну и редко, но встречается адекватное принятие, когда родители говорят, ну да, так получилось, да, ты у нас вот такой, мы тебя все равно любим, делай, что можешь обучить сливой. Редко, но так тоже бывает. Ну и да, есть еще интересная проблема, но это надолго, я думаю, что напишу об этом, статью прямо напишется уже где-нибудь в своих соцсетях размещу, и если интересно, тогда заходите туда. Семья как система, то есть когда у нас появляется в семье больной ребенок, то он как-то в эту систему встраивается, встраивается на одной из двух позиций, либо семья принимает ребенка как ребенка с ограниченными возможностями и начинает о нем заботиться и беспокоиться, либо принимает как ребенка со скрытыми возможностями и начинает его очень сильно развивать. То есть либо у семьи понимание, что у нас появился вот такой ребенок и он несет с собой ресурс для семьи, либо вариант, что у нас родился больной ребенок и теперь мы все на него будем работать. Если второй вариант, то есть мы все будем работать на болезнь, то весь род перестает развиваться и по-разному все складывается, но развития там нет. Поэтому есть две стратегии помощи семьи, это либо поиск ресурсов, либо устранение неполадок. Я всегда за вариант поиск ресурсов. Ну и примеры сказок, которые вы можете использовать, ссылки рабочие, по ним можно переходить и смотреть. Это Эльфика, прекрасная сказочница и у нее есть сказки, целый цикл сказок «Особенные дети», и это не менее прекрасная Татьяна Маркинова сказки для и про особенных детей. В древности такие детки были божьи дети и все за ними заботились. Ну так да, потому что ну ни один ребенок он не остается без дела даже если он очень сильно больной. Всем все равно работа найдется любым детям. Так что ну и как вариант поработать с родителями, чтобы их вот по этой стрелочке по направлению прорабатывания горя продвинуть мы можем делать сказочные тренинги и они хороши, потому что там мы не говорим родителю ну вот вы сейчас расскажите как вы себя чувствуете что вы думаете про своего ребенка это же очень трудно рассказать на или сейчас я вам отвечу после того как расскажу про серую шейку про древность я знаю что там детей выбрасывали со скалы но об этом тоже поговорим вот например серая шейка да то есть мы садимся с мамочками и начинаем смотреть мультик как ляечки да и потом задаем вопросы например что случилось с серой шейкой и здесь мы диагностируем отношения мамы мам да то есть если кто-то говорит ах какой кошмар она теперь не может летать все она инвалид на всю жизнь а другая мама скажет ну вот у нее крыло сломано без особых эмоций вот теперь следующий вопрос что она не смогла сделать после травмы а что она делает так же хорошо вот здесь начинаются озарения потому что оказывается что серая шейка может хорошо бегать есть еду отмахиваться от врагов находить друзей звать на помощь в принципе много что она не смогла делать после травмы летать вы чувствуете в какую сторону перевес давить почему маме пришлось улететь терапевтический вопрос и иногда мамы отвечая на этот вопрос выдает глубокий выдох когда понимают что у мамы у мамы серой шейки есть еще много утяток если она останется с серой шейкой то погибнут все рот прервется вот поэтому ей пришлось улететь потому что у нее есть еще дела и обязанности на этом свете кроме того как сидеть со своим больным ребенком какие качества помогли серой шейке выжить умение дружить умение звать на помощь сила смелость быстрота и так далее какую воспитательную методику применил глухарь это вопрос для мам которые гиперопекой страдают что решил глухарь он же не стал летать за серую шею и он не спустился к ней он сделал так чтобы она могла потренироваться и потом полететь стала ли серая шейка сильнее после этой истории безусловно да крылышко к ней вернулась зайчик как друг у нее остался мама вернулась и теперь она точно знает что она может спастись от лисы а это огромный ресурс ну собственно говоря и все и осталось показать свои контакты есть страничка в контакте туда можно присоединяться можно писать на помощь на почту если хотите решить какой-то вопрос ну и самое главное что запомнить можно что сказка у нас решает многие вещи делает сложное простым ну и в сказке заложен огромный огромный ресурс для деток с ОВЗ для их родителей и конечно для их педагогов я вам желаю терпения сил ресурсов сдачи и мирного неба над головой для всех на этом все и всего доброго до свидания до свидания Продолжение следует...